я уже говорил вот про эти дома эти два что это анти достижение такое то есть достижение в архитектуре что такой страх построить ребятки я останавливался на заправке значит запилить видео о надо же автобуса тоже заправляются да 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 девочки тоже как вот давай пошли дальше короче выходим еще раз говорю что любая заправка любая абсолютно она хороша просто у койл это моя любимая заправка и там я покупаю свой любимый кофе там я заправляюсь прекрасным бензином которого но пока не менее раньше так было мне мой друг двоюродный брат сказал про это что мол ты заправляешься там на пи пи там на каких-то рост нефти там чуть дешевле был стол бензин но его хватало просто на порядок быстрее заканчиваться потому что мы одни сплошные присадки при парке а на уколе на дольше хватает я это правда заметил на тот период это было ну это уже лет 10 назад наверное это было действительно так действительно на дольше хватало ребятки сейчас я это самое мы еду на исследовательскую станцию вообще в будущем я буду записывать большие ролики длинные я вообще сторонник всего основательного длинного я люблю длинные письма очень люблю длинные комментарии поэтому если вдруг пишешь большой комментарий в дубке кажется что вот я расчета я расписался наоборот для меня я я с огромным удовольствием читаю весь этот длинный комментарий с огромным удовольствием я люблю большие книги хотя меня вот допустим опасал абсолютно поразил своей малой формой вот именно своими короткими рассказами абсолютно абсолютно поразительны они все ужасно трагические безысходные но тут по этому поводу как говорится существует тот факт мы взять вильяма нашего шекспира взять любую хорошую литературу она вся плохо заканчивается хэппи-энд это для хорошего искусства но я не знаю взять любой любой хороший фильм не хороший фильм и есть которых хорошие там солнечные от а до я допустим величайший фильм я считаю дрожь земли от а до я светлый прекрасным концом ну кстати говоря надо отдать должное поводу хэппи-энда это соединенные штаты соединенные штаты хэппи-энд снимали снимают это они умеют в советском кинематографе тоже по моему хэппи-энд случался мне некий но много иван васильевич меняет профессию берегись автомобили много фильмов гениальных великих которые хорошо заканчиваться но наверно литературу тоже то литературу ну слушай но чё ты мне чё ты мне ничего не приходит на ум достоевский где там хорошо что хорошего толстой толстой посветлее но тоже шекспир по-моему трагический весь не знают вроде как говорят есть какие-то комедии не знаю чехов не не припоминаю я ни одного светлого рассказа как-то вот литературе у чехова замечает эта фраза в рассказе который называется не то монах не то черный монах что-то в этом роде их тупой бычий оптимизм вот да абсолютно так оно и есть на самом деле друзья мои самый большой оптимист это сиома сиома он мне кажется у меня оптимизма как топливо в баке у toyota land cruiser не знаю просто короче так все там у toyota land cruiser у меня какие-то тонны этого оптимизма именно которую видим заложен во мне изначально потому что строго говоря строго говоря давным-давно что называется хотя нет какой давным-давно какой у меня повод покупать удочку но впасть в уныние да я в уныние впадаю я впадаю очень сильные уныние ребят очень жесткая уныние так что просто был уже у меня опыт вот это место называю каждого сала в море есть такой же спуск похожий тоже воде долина но совершенно не не презентабельно выглядящий короче да я уже рассказывал про этот опыт что я просто лежал и ждал когда у меня становится сердце тут просто вот так и проблема встать с когда я лежу я погружаюсь в грезы о мысли о прошлом которое еще вполне себе может что называется выйти настоящему будущем но я впадаю в уныние все и это конечно по моему этот упик но я еще раз говорю что я все пропускаю через себя я не могу там пользоваться никаким методом если во первых я не самого придумал я пользуюсь только своими методами пусть даже это часто изобретение велосипеда но если чё-то я не осмыслил я не понимаю до дна я этим не могу пользоваться этому не доверяю мне все нужно именно до дна здесь кстати был когда-то пост гаи да теперь все запаяли пост убрали кстати меня тут моего папа ну же я же ездил всегда на заднем сиденье и на эту на нашу дачу тоже первые года ездил только на заднем сиденье но все как в детстве просто каждый раз останавливают гаи у моего папа говорит ну каждый раз вот я еду вы меня здесь останавливать и каждый раз инспектор говорит хорошо больше не будем и перестали останавливать короче да вот что я еще в жизни не сделаю я не был в публичном доме я не не прыгай с парашютом я не собираюсь это мне совершенно не надо я не ходил в поход не ходил в поход с рюкзаком с палаткой я не спал никогда в жизни в палатке в лесу ночью я не катался на фуникулере вот это все надо исполнить и желательно еще конечно сплавать на корабле я еще не пал на корабле ни разу даже по реке нет по реке плавал вру это был совершенно изумительные священные но это вот все начиная семнадцатого года я плавал на пароме через там козьмодемианск там волга получается на пароме через волгу да паромчик маленький но как он как говорится работал дышал такой мощный могучий старый дизельный неубиваемый двигатель и чудесно чудесное было плавание при том я тебе хочу сказать что я не могу сказать что с вовсе не было волн волны немножко были ну в общем его почти не раскачивал одним словом в общем не плавал на корабле но вот это все надо будет осуществить все таки хотя я ощущаю себя бессмертным но на всякий случай мало ли вдруг все таки не бессмертный а как вы считаете а вот мы сейчас приезжаем небольшой бизнес просчет вот там вот торговый центр хамелеон от крохоли с помпой он так строился реклама подавал надежды а знаете почему его он закрылся в итоге он кажется захерел потому что когда уже ты вырос из москвы едешь уже никто там не останавливается потому что все уже едут на дачу к цели вот по симферопольке да уже никто посреди трассы на в такой торговый центр такого масштаба становятся не хочет одно дело ты открыл маленькую кафешку там где можно пугу закусить это одно а вот это самое то этого не хватает до сих пор на российских дорогах моделей кафешек вот таких как соединенных штатах до дорог самих не хватает соединенных штатах сто лет назад уже было но там великой депрессии их начали удар настроить но в 50-е годы уже блин десятки раз больше дорог и они лучше ничего сказать обсирать то что заведомо лучше тебя это я считаю в высшей степени неправильно ладно что-то уже под выдохся вот я записал несколько десяти минутных видео даже больше и повторяю что когда мой канал раскрутиться когда у меня будет моя постоянная аудитория я буду выпускать длинные ролики когда спокойно сел спокойно все без купюр без пауз снимаешь вот эти все мои фокусы через паузу что я снимаю это эффектно выглядит но на самом деле я это ни во что не ставлю на самом деле самое то это когда ты включил камеры и хреначишь как ты там пошел как-то там все чтоб без перерыва можно было смотреть